22 июля глава региона Игорь Руденя с рабочей поездкой побывал в Максасихинском районе. В ходе визита он осмотрел новый детский сад в поселке Ревицкий, который был построен и открыт в прошлом году. Что больше всего волнует местных жителей и какие решения были приняты губернатором по итогам поездки, мы расскажем в первом материале выпуска. Рабочая поездка губернатора начала с визита в детский сад «Ласточка» в поселке Ревицкий. В это новое здание дошкольное учреждение переехало в прошлом году. Его построили вместо старого деревянного, которое уже пришло в негодность. В новом современном здании и детям будет интересно, и комфортно, и будет решена проблема очередей в дошкольные учреждения. В этом году было 48 детей, 7 человек ушли в школу, выпускники, но мы восполняем опять 7 детей. Как таковой очереди в детский сад нет на сегодняшний день. В новом саду большие группы, помещения для хранения продуктов, холодильники, залы для занятий физкультурой и музыкой. В старом саду было мало места. Печки, отопление вообще, полы холодные. То есть дети даже как бы спали в пижамах и в валеночках ходили. Здесь пол с подогревом. Они теперь с удовольствием бегают. Тепло, уютно, новые игрушки, новые площадки. Новый детский сад, а также школы, 40-квартирный дом в Ревицком отапливает котельная. Объект построен в 2008 году, а в 2018-м там проведен капитальный ремонт. Работает котельная на дровах, потому стоит вопрос о газификации. Губернатор поручил региональному министерству энергетики и ЖКХ включить в адресную инвестиционную программу обустройства газопровода до Ревицкого. В 2021 году начались работы по проектированию межпоселкового газопровода Межицк-Максатиха. Вести его планируют в 2023 году. После осмотра нового детского сада и котельной в поселке Ревицкий глава региона возложил цветы к монументу «Обелиск славы». В настоящее время идет обустройство территории обелиска. Уложена брусчатка и плитка. Установлена подсветка скульптур. Игорь Рудене поручил разработать полный проект по благоустройству и завершить все работы до 9 мая следующего года. Особым гостем глава региона стал для воспитанников детского лагеря «Лесная сказка». Там в этом году отдохнут 90 детей. Губернатор пообщался с молодежью и проинспектировал работу лагеря. Там функционируют столовые, спальные дома, медпункт. Губернатор также в рамках рабочей поездки посетил маслодельный завод в Максатихе. Глава региона пообщался с работниками производства. Они рассказали ему о ряде проблем, которые волнуют население. Среди них вторая смена в средней школе номер один. Возникла эта проблема два года назад, рассказала директор школы. В учебном учреждении учатся почти 900 детей. Здание попросту не рассчитано на такое количество учащихся. А другой корпус деревянный, 30-х годов постройки, где раньше были учебные классы, стал непригоден для занятий и законсервирован. У нас сразу автоматически исчезло 14 кабинетов. И нужно было где-то их находить. И поэтому вот такие мы меры приняли, чтобы выйти из ситуации. Дети ходят в две смены. Порядка 300 детей. Им очень сложно, особенно тем детям, которые добираются на подвозе. Главе региона представили возможные проекты строительства в поселке нового учреждения, которые можно будет возвести и решить проблемы второй смены. На сегодняшний день в школе оборудована спортзал-мастерские по техническому труду, столовая, информационный центр, кабинеты психолога и психологической разгрузки. Есть медицинский блок, библиотека, актовый зал. Создан центр «Точка роста». Он оснащен компьютерами, 3D-принтером, квадрокоптером и другими устройствами. Еще одним объектом внимания главы региона стала Максотехинская ЦРБ. Губернатор осмотрел отделение, пункт вакцинации, а также пообщался с местными жителями, пришедшими на прием. Сейчас в здании ЦРБ проводится капитальный ремонт, который, к слову, должен был завершиться гораздо раньше. Посмотрели ЦРБ, есть вопросы к подрядчикам, конечно, которые очень сильно нас подвели, потому что были выделены бюджетные деньги, которые, к сожалению, оказались потрачены не по должному назначению, поэтому будет приносить соответствующая работа с правоохранительными органами. Но до конца года будет приобретен оборудование, в том числе и флюорограф, который будет поставлен в Максотехинскую больницу, настроен и будет работать для наших жителей. После окончания ремонта в здании планируют перенести поликлинику. Работы планируются завершить к концу текущего года. И в завершении рабочей поездки глава региона пообщался с жителями поселка. Разговор получился долгим. Вопросы те же школы, ремонт ЦРБ и, конечно же, дороги. Было решено сместить сроки ремонта. Есть очень большая потребность. Сегодня сами проехали по дорогам, посмотрели фактическое состояние, поэтому приняли решение передвинуть с 2023-2022 года на 2021 максимальный объем отработать по всем направлениям. Это направление на Бежицк, это направление на Рамешки. Еще один важный вопрос, помимо транспортной доступности, это доступность кружков и секций для особенных детей. Это тема, которая волновала жителей поселка. Ее подняла и руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Будем обсуждать вопрос доступности тех дошкольных спортивных кружков, секций, которые есть на территории района для таких ребят особенных, чтобы у них тоже была возможность спортивным, спортом заниматься, творчестве реализовываться. Также в ходе встречи обсуждались перспективы развития волонтерского движения в Максатихе. Юлия Саранова отметила, что в муниципалитетах сейчас идет активная работа по созданию постоянных волонтерских центров. Продолжение следует...